Они выходят на улицу крайне редко, практически не видят солнца. Живут при свечах и тусклом дневном свете, едва пробивающемся сквозь щели. В заброшенном школьном подвале в двух километрах от юго-восточной линии фронта люди мечтают только об одном – чтобы закончилась война. И рукомойник обустроили, и места спальные, и зону отдыха. За больше года полномасштабной войны люди приспособились к подземному способу жизни. Пришла война, и почти все стерлось с лица земли. Многие дома разрушены до основания, много чего сгорело, многие люди выехали. Но многие люди и остались здесь, потому что все-таки это их земля, их родина. Есть просто люди, которые не могут уезжать. Ирина исчезла тех, кто живет в школьном подвале, где нет водопровода и электричества. Ведь большая часть инфраструктуры Великой Новоселки в Донецкой области разрушена россиянами. Хочется, конечно, мира, хочется, чтобы не стреляли. Хочется жить под мирным небом, потому что выходишь на улицу, и страшно очень. Думаю, все будет хорошо в скором времени. Очень надеемся, что все будет Украина. Ирина – одна из немногих молодых жителей подземелья. Преимущественно здесь пенсионеры. Хочу всему миру, чтобы мир был, и все. Чтобы не было войны. Чтобы не было войны, чтобы было кругом хорошо, чтобы все дружно жили. Чтобы не гибли наши мужья, сыновья, и все. Мария, 73. Каждый день она молится перед иконами, которые удалось спасти. Это ее единственное утешение. Ведь женщина буквально в отчаянии. Мира, мира, только мира. Чтобы собрались дети, внуки. И сели за столом, хорошо покушали. И все, больше ничего. Только мира, только мира. Я жду все. Мария, как и многие здесь, истощена и просто хочет вернуться к своей прежней жизни. Именно в родном городе, не в эвакуации. А путинские войска продолжают целенаправленно уничтожать все, что так дорого этим людям.